Так, вот мы по-прежнему находимся в питомнике Неваки. Мы дошли до площадки, где у нас представлены гортензии метельчатые. Именно в горшках 25 литров. Вот видите, ламблайт. Вот такое качество. То есть, смотрите, у них высота где-то уже 60-80, ну, наверное, под метр. Вот. Вот такие в горшках 25 литров. То есть, это очень хороший материал, именно сразу для крупномерного озеленения. Посмотрите, качество топ. Вот такое. Все в горшках 25 литров. Вот примерно вот так вот. Кирилл Геннадьевич, останьте, пожалуйста, чтобы для моих уважаемых подписчиков было видно, да, какая высота у них. Вот она. Во мне метр восемь. Да, вот метр восемь из человек. Вот такое. То есть, она еще не начала свистеть, да? Какие-то сорта еще нет. Вот ламблайт, например, уже вся на соцветиях. Ага. А этот сорт еще нет. Это у нас. Сейчас мы посмотрим. Это, наверное, фантом какой-нибудь, да? А, нет, а фразы. Да, это розовое, да, цветение такое у него, да? Да, да, да. Красно розовое. Вот смотрите, видите, это море гортензий. Все в горшках 25 литров. Вот эти уже на цвету будут до двух метров. А их когда была посадка вот в контейнер? Посадка была в марте. Ага. Здесь был применен отечественный голый корень, четырехлетка. А, четырехлетка, ага. В 25 литраже прекрасно себя чувствует. И видите, какой результат, какую крону и какой объем цветения выдает. Полное укоренение и отгрузки и продажи начались у нас полноценно с первого июля. Ну, вот я по качеству материала и по объему контейнера вижу то, что все-таки если применять данные растения именно вот в этом качестве, в этом объеме в садово-парковом строительстве, то это сразу мы получаем готовый результат. То есть ничего не надо ждать. Условно говоря, у меня вот есть опыт посадки гортензий в горшках С5, по-моему, или С7,5. То есть они несколько иначе выглядят, да? То есть там три побега, да? А здесь я вижу, что сразу уже есть объем хороший причем. Можно получить готовый массив фитопластику из гортензии практически любой площади. Либо какие-то длинные бордюры высокие из нее, готовые уже в год посадки. Это очень удобно, очень декоративно и позволяет быстро сдать объект, если стоит такая задача. Да, Кирилл, вот такой вопрос. Кирилл, это управляющий питомником Неваки. Такой вопрос. Я, к сожалению, только постигаю мир гортензий, но говорят, что именно гортензии метельчатые, они очень уникальны тем, что там очень много сортов. Правильно я понимаю? По сравнению, например, с той же древовидной гортензией. Вот у вас в питомнике сколько сортов представлено? То есть, ну, какие-то там, какое количество? Или... У нас не так много, ассортиментная матрица не такая большая, но мы решили выбрать наиболее топовые на рынке. Например? По метельчатым. Это, например, LimeLight, Phantom, Silver Dollar, вот Fry's Melba, Dental de Garon и несколько других, их сегодня не больше десятка, но мы знаем, что это те сорта, которые интересны нашим клиентам и за которыми наши клиенты чаще всего приходят к нам в питомнике. Кирилл, а такой вопрос. Может сейчас, то есть, есть так называемые, я их называю, попсовые вещи, которые все там берут. Например, там Phantom, он всегда, ну, там на слуху. LimeLight. Это, ну, постоянно все его используют, там, этот сорт в садово-парковом строительстве. Может, есть сейчас какие-то такие уникальные, редкие сорта, которые, ну, которых нету в садах. Ну, например, я некоторым заказчикам показывал сорта. Вот я у Евгения, топ-менеджера, запрашивал даже, где есть слово «фрайза». Ну, то есть, я так понимаю, там розовые такие бутоны, да. У вас в питомнике есть какие-то такие эксклюзивные, редкие, коллекционные вещи, ну, сорта? Да, из новых как раз «Дентель де Гарон» и в следующем году «Дентель де Гарон». Ага, хорошо. Французский, если не ошибаюсь, селекция. И из нового в следующем году, я думаю, «Полар Бира» у нас появится, это белый. Ага. Да, и «Грин Кендал» это зеленый, зеленый сорт с очень плотными декоративными соцветиями. Вот, мы новые сорта вводим не так много и не так часто, так как у нас стоит основная задача дать нашим клиентам в достаточном количестве именно те сорта, к которым все привыкли, и именно обеспечить всех наших клиентов, чтобы всем хватило и не осталось людей, кто просто либо не успел купить, либо у нас слишком маленькое количество. Мы сейчас работаем над количеством в производстве в первую очередь. Все, все. И, Кирилл, немаловажный вопрос именно для меня, как для озеленителя, который специализируется именно на крупномерном озеленении. Вот, а если, допустим, клиент, ну, заказчик, там, этот, купил в горшке С3, сколько ему, он должен, сколько выдерживать агротехнику лет, там, я не знаю, там, месяцев или сезонов для того, чтобы самому добиться вот такое качество, которое сейчас я вижу вот на вашей площадке? Ну, в частном саду это довольно долго, так как мы используем интенсивную агротехнику, у нас заправленный базокотом субстрат, у нас дополнительное внесение удобрений не корневое, по кроне. Я думаю, из трехлитрового горшка это до четырех лет и, может быть, даже и больше, в зависимости от тех условий, которые будут на этом участке. Да, причем хочу заметить, что, я так понимаю, что на протяжении четырех-пяти лет надо еще правильно проводить обрезку, это все обработки фунгицидами, инсектицидами от болезней и вредителей, корневой-внекорневой обработки и прочее, 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 правильно? Безусловно, да-да-да, это от многих факторов зависит и, более того, скажу, если какое-то из условий не будет соблюдено, то, возможно, в принципе, растение не будет набирать объем и интенсивно расти, если бы при низком уровне, например, инсоляции, при плохом освещении, возможно, оно вообще будет деградировать, очень много факторов, которые нужно соблюсти. Все, все понятно, все, спасибо большое. Ну, то есть, вот, это, получается, у нас уже идет к продаже, это готовый материал, да? Да, да, вот видите, вот эта пустая зона, это уже отгруженный, проданный материал, а это подходит сейчас как раз вот на соцветиях, часть этого материала уже стоит в резерве, оно предоплачено, и мы под конкретное время, под конкретное число отгрузим эти растения нашим клиентам, как в садовый центр, так и на ландшафтный объект. Да, все, то есть, вот, готовый посадочный материал уже на сезон осень 2019 или, например, на весну 2020. Сейчас на рынке России по посадочному, качественному посадочному материалу у нас следующая ситуация, вот даже и Кирилл это подтвердит, то есть, стоит очередь на качественный посадочный материал, то есть, надо всегда все откладывать, то есть, это не связано с тем, что озеленителем надо побыстрее содрать с вас деньги, уважаемые подписчики, а с тем, что действительно, вчера вот мы были в питомнике Ярус, и к моему удивлению, то есть, я думал, что я один из первых приехал 24-го числа, но там из Питера, от питерской мафии, просто везде висели бирки уже на крутой материал, и мы выбирали уже практически из, ну, не остатков, там весь материал хороший, так некорректно говорить, вот, поэтому вот так вот, надо откладывать все.